Всем привет! Сегодня я покажу такую самоделку, которая точно понадобится в каждом доме. Для начала берем кусок фанеры и отмечаем две ровные части. В моем случае это 11 сантиметров, но можно брать 10. После разметки отрезаем две заготовки. Вместо реза нужно немного зашкурить. В одном куске фанеры нужно проделать отверстие под клавишу и под разъем microUSB. По краям фанеры делаем отверстие сверлом на 5, но не насквозь, а где-то до середины. Теперь нарезаем резьбу метчиком на 6. А в другом куске фанеры нужно сделать сквозные отверстия сверлом на 6. Теперь фанеру нужно покрасить. Пока сохнет краска, берем монтажную плату и паяем на ней светодиоды, как показано на видео. Вот так вот все должно получиться. И снова возвращаемся к фанере. Берем 4 шпильки на 6 длиной в 10 сантиметров и вкручиваем их, как показано на видео. Также уже можно вставить кнопку и разъем microUSB. Паяем клавишу к светодиодной панели. Через подставки плату прикручиваем к фанере. На шпильки заранее нужно навинтить гайки. Одеваем вторую часть фанеры и закручиваем колпачковые гайки, которые будут выполнять функцию ножек. Теперь к проводам припаиваем аккумулятор от старого телефона. И фиксируем его при помощи термоклея. После того, как все собрали, берем нитки для вязания и наматываем их, как показано на видео. СМЕХ Все, самоделка завершена Как вы видите у нас получился шикарный светильник ночник Плюс данного светильника в том, что он работает от аккумулятора Который всегда можно подзарядить Если видео наберет 10 тысяч лайков, то этот светильник я отправлю кому-то из вас Вам нужно поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий И после этого я рандомным способом определю кому отправить данный светильник Всем спасибо за просмотр и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok